мое отношение к кириллова она как-то развивалась постоянно первое впечатление знаете как у любого о монастырь такой такого монастыря нигде нет вообще в россии это самый большой в россии в европе монастырь на сегодняшний день а люди-то какие с этого все в принципе и начинается по сути то здесь находиться хочется в первую очередь за людей я думаю что чем севернее тем люди более отзывчивы потому что сложнее жить и чаще требуется взаимовыручка мы трудолюбивые добрые до сих пор у нас есть дома которые не закрываются просто палочка приставлена и все пошел в город естественно мы большинстве своем знаем друг друга поэтому принцип как раз маленького города уездного города кирилла в том что здороваемся мы всегда и со всеми даже если человек не знаком принято в малых городах на здороваться я выросла в городской среде и когда я приехала сюда это тишина это благородство монастыря теплота несмотря на то что вот зима уже было да вот а все равно тепло какое-то вот ну не знаю я вот полюбила город это летать я начал больше тридцати лет назад на параплане перед армией я пошел на курсы бесов и мы прыгали с парашютом делали три прыжка это очень впечатлило и после армии вот как-то вот я стал стремиться к небу меня зовут василий бурлаков я живу в городе кириллов работаю пилотом дельталета это называется fly вот летающая лодка то на чем держится вся основная конструкция лодка рип то есть она келевая море мореходная к ней крепится рама на раму мотор мотор хороший авиационный 65 сил ты уже кроме крепится крыло дельталетное ну отличаются в основном дельталет он как бы в основном предназначен с полетов с аэродромов где там взлетная полоса здесь же шасси нет здесь лодка а у нас здесь водный край кругом озера и очень широкие возможности можно взлетать где хочу садиться так же можно на лодке на этой подняться до трех километров летишь как бы вместе параллельно с чайками сутками поднимаясь чем выше поднимаясь этим дома люди машинки меньше становится и меньше птички уже все внизу остаются иногда получается с орлами даже полетать дух захватывают можно небольшие фигуры поделать там виражи там горочки ну это свобода это 3d там не то что мы на земле по земле ходим направо налево вперед назад а здесь вверх вниз чувствуешь ощущаешь потоки воздуха воздух тоже он гуляет вот это прямо непередаваемое ощущение это просто надо попробовать далее многие интересуются и полетами ну в основном все-таки летают те кто приезжает туристы хотя очень много местных тоже интересуется катаются знают многие сейчас магазинах встречают улыбаются спрашивают про полеты у меня дом на берегу другого озера соседнего выкатываю на колесах лодку спускаю воду ставлю крыло завожу двигатель и лечу туда-куда глаза смотрят я бы сядю уже можете представить себя без неба без полета без нет это уже будет не жизнь а существование вот начинается самая бугриста только просим районное руководство чтоб хотя бы грейдером разровняли бы колеи уж подсыпать не просим просто разровнять головой кивают и ничего не делается уже 20 лет а к вам часто приезжают гости нет которые это добираются сами но бывает что не могут добраться тогда надо встречать так приехали называется ну что выгружаемся выходим да зовут меня фенвеши сергей гезович это венгерская фамилия и отчество венгерская я занимаюсь чернолощенной керамикой живу вот здесь деревне верхняя гора вологодская область кирилловский район у меня художественного образования вообще нету можно сказать даже визу кружок не ходил до армии на стали прокатом заводе получил 4 разряд слесаря инструментальщика вот после армии повзрослел как-то вот так и думаю надо поступать все таки и поступил на французский отучился там все получил диплом получил распределение винтурист как переводчик потом увидел объявление народная студия феникс тут набирает на занятия резьба по дереву кружа это плетение что-то там макраме это качество гончарное дело вот это мне подойдет это самое записался и на резьбу и на гончарное дело я увидел док это оказывается очень серьезно и очень интересно и что что там каноны правила в каждой промысле есть вот при этом в этих канонах еще столько места для творчества оставлено это уже так народное творчество сделано почему-то мне нравится лаконичность многословие в керамике она отвлекает чему-то не форма дорога иногда вот носишь три дня в голове какую-то идею пока ее не снися не сядешь не сделаешь не можешь успокоиться иногда не хочется работать но как сказала мне руководительница дипломной работы когда с французским языком то я там заканчивал что-то вы уже давно должны были проект диплома сдать а вы еще и не написали даже чем дело серёжа я гердак муза на плечо не садится вот не шепчет клинтяя муза на плечи не садится и вот так вот когда не хочешь работать сядь заставь себя она потом завлекает зимой уютнее потому что на улицу не надо ходить что-то делать что там подснегом сделаешь ничто не отвлекает тут можно засесть на целый день а вот что чего не делаю когда я заболел настроение противное там болезненное вот вот тогда я не беру после эту энергию перенесу туда в глину тогда я чем-то другим занимаюсь стучу молотком по каким-то там гвоздями или железками или пилю что-то дел хватает деревне меня очень много хвалят все ой как вы там как это такое там и стиле там еще и я это все слушать не хочу я считаю что это у меня просто почерк такой я делаю как мне нравится я же когда ходил в экспедиции называли имена гончаров уже не живых например потом в музей придешь также предметы есть тоже называют авторов пусть не не гончары а какие-то серебряных изделий там или живописи или чё-то там ткачество тоже называют и думаю потом музей же тоже за а приобретали мои работы в свои фонды так что где-то меня вспоминать будут габересте относятся с точки зрения лечения в принципе это так как и раньше было потому что лапти носились не только от бедноты но от того что она комфортная удобная обувь ну а сейчас вот я например делаю ободки вот такие не очень хорошо снимают не только держит волосы удерживает но и снимает головную боль я рябкова жанна казимировна живу в городе кириллове я педагог дополнительного образования работаю в доме детского творчества девяностом году после окончания вологодского университета я приехала сюда по распределению к мужу но приходя в гости я всегда видела берестяные вещи они мне до такой степени нравились еще из того времени когда я училась в институте там была кафедра народного творчества и оттуда все пошло мы ездили в экспедиции собирали народные песни записывали обычаи традиции вот все что связано с промыслами и береста я и ну как посмотрю на берестяные вещи у меня прямо вот такое тепло я приехала сюда в кириллов и знакомлюсь с мастером который работал в кирилло-белозерском музее сергей егоров он плел с бересты и я вечерами а то и в три часа ночи прихожу с мужем к нему в кочегарку пытаю как это делать а как это делать ой а как бересту обрабатывать и как ее собирать и вообще что с ней делать и вот так вот потихоньку потихоньку я начала плести так помп мы должны проверять стык нашей проволочки ты уже сейчас должен определить где он у тебя на середине все отлично сейчас конструкторское мышление все вода идет до конструкторской конструкторская вот она конструкторская как сплести так чтобы вот добиться такой формы это надо видеть до математическое мышление там надо все просчитать это ладно это самые простые формы а если взять например игрушки ну вот посмотрите там ее фигуры человека даже в одежде это не то что там одну часть слепил и что-то как-то сделал да это надо сколько уметь знать предвидеть рассчитать если посмотреть с другого ракурса то это как бы играючи и в то же время изучая наше прошлое мы работаем на будущее над тем же программированием да пускай это может быть на вот ну на таком уровне но это все равно это все равно плюс причем работой из бересты они будут жить веками веками вот за мной стоят вот эти старые предметы вот и вот этому предмету я думаю что лет сто пятьдесят я рада тому что у меня есть ученики которые вот пошли например по гончарному ремеслу они сейчас учатся двое закончили и одна сейчас учится девочка в череповецком художественном училище вот уже сказала что все ребята которые закончили они мастера очень хорошие они строители делают шикарные шикарные дома самостоятельно но это разве плохо так давай 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 вот молодец уже лучше да так намочи руки и обнимашечки для чего до полюбить нашу форму красивая вот смотри как здорово правда класс класс я всегда говорю слова демокрита который он говорил прекрасное достигается путем больших трудов нагрузок до больших умений а то что легкая может быть безобразная она не потребует труда но как-то приходит да это мои дети мои ученики моя гордость моя любовь приходит домой ложишься и думаешь так после завтра придет вот этот вот этот ему надо вот это вот это предложить но ничего живем справляемся радуемся жизни будем дальше радоваться лишь бы они были лишь бы ребята были лишь бы но увлекало это ремесло чтобы она не забывалась чтобы у нас не только нужные программы работали вот но и иные держи сама не бойся вместе вместе мы сила вообще я счастливый человек в том плане что мое вот хобби увлечение она обернулась профессиональную деятельность иду я как-то домой уже ноги волочу ребяток очень много я иду домой думаю я уставшая но и счастливая потому что есть удовлетворение сегодня у нас ветер встречный нужно обязательно сделать вот такое движение и потом нужно закрепить восьмерочкой ну а дальше шкотами регулируем меня зовут токарев сергей алексеевич мастер по изготовлению лодок это друзья меня прозвали командиром дебаркадера я сначала долго отнекивался а это из образа холодное лето 53 и когда на его наставили ружье я же командир дебаркадера то есть и мне говорят что на тебя ружье на отправь и ты все равно будешь строить лодки то есть вот такой образ и сначала вроде бы отнекивался а потом она прилипла уже в шестом классе чертил уже чертежим когда еще черчения то и не было то есть это внутренняя потребность они все испытаны все испытаны все были на воде и каждый был сделан свой праздник спуска на воду сейчас я вам хочу показать какое было множество лодок и каких конструкций вот сейчас вы все увидите на моделях вообще я интересуюсь культурой океании и тут появился мультфильм мана и там показывают полинезийскую культуру и столько много различных лодок настолько точно изображены все детали и даже узлы и паруса и все остальное уже сомнений не было что такая лодка у меня будет на самом деле очень много переставлял с места на место чтобы каждой лодке хотя бы вот здесь на площадке найти свое место то есть вот здесь поставил нет здесь поставил а вот здесь вроде бы как уже пришла на место за мной это дракон символ мудрости это вот лодка конкретно будет церемониальная для невесты свидетели будут гребсти лодка будет на колесах свидетели будет и сапахалами и тащить и к жениху выкатывать на берег на колесах вот такой сценарий у этой уже лодки вот такой трансформер лодка крокодил и сейчас мы собираем вот у нас такой вот хвост сделан под дерево он воде буквально вот как рыбий хвост вот так вот ходит ставим рычаги и делаем вот такие движения как фитнес-зале и лодка плывет вперед у меня в год делается одна лодка традиционная как она должна выглядеть а вторая вот с финтифлюшками еще как мы назовем но для для всех так скажем сказать чтобы какая-то отдельно любимая что можно потому что они все выстраданные мечта на внутри нас во-первых я делаю то что я хочу а я делаю то что я хочу в этом смысл счастье вокруг нас мне повезло я родился в учительской семье все мои родственники бабушка со стороны от своей матери и они все учителя мои тети учителя наш стаж учительский общий составляет больше 400 лет меня зовут кивилев евгений я живу в городе кириллове а являюсь преподавателем колледжа культуры и туризма и аттестованным гидом здесь мой дом как говорится где родился там пригодился очень красивые места исторический город есть основа и вот здесь буквально вот пару шагов тоже находится очень знаковое место а в стене насквозь сделан крест ну и самое тонкое место в стене здесь полтора кирпича место где видна церковь кирилла белозерского смотри видно вот то есть это место очень важно для всех подходили естественно отдавали дань уважения крестились кланялись и а таким образом приветствовали самого кирилла на его обители нам повезло если говорить о городе то потрясений то особо и не было у нас не было военных действий великой отечественной войны то есть немцы остановили за 300 километрах от нас вы тигре да уж так уж чинский по рубеж так называемый и благодаря этому опять же у нас все подлинные памятники сохранились в черте нашего города и района город у нас совершенно небольшой да то есть на сегодняшний момент проживает нем всего семь с половиной тысяч населения естественно центральная улица города она является самой оживленной гостиный двор на купеческие особняки конца 19 начала двадцатого века то есть очень интересная архитектура опять же когда они строились екатерина вторая подписала как раз указ о том что нельзя строить одинаковые дома да вот по типу строительства в санкт-петербурга то есть у нас они совершенно разные с полу колоннами с колоннами и так далее так далее как раз отличие от больших городов таких малых как наш кириллов и соседний белозерск точма это умеренный будет совершенно спокойная атмосфера спокойная обстановка у нас нет ни одного светофора в городе а он был советский период но его убрали за ненадобностью у нас один рейсовый автобус который соединяет две части города центральную да и дальнюю и таким образом люди они привыкли в этом режиме жить то есть они никуда не торопятся они никуда не спешат они ходят на работу и на обеденный перерыв идут домой кушать они в ресторан и как правило это принято так то что у нас все в шаговой доступности ну конечно счастливый человек у меня есть семья любимая жена любимые родители которые здесь же живут сын счастье то она конечно же в малом да если вспоминать опять же кирилла белозерского да это аскетизм хлеб и вода да условно в то время и холод а север все-таки мы что нужно человеку на сегодняшний момент это тепло родных и внимание и больше ничего счастье это вот вокруг нас она на самом-то деле мы вот наша страна я говорю самая счастливая ну что еще надо работа во благо радует это любимая работа ты видишь плоды результаты у других семья дети это все как она не может радовать да ты живешь в таком городе который тоже дает возможность лицезреть природу вообще свое существование я себя ощущаю однозначно счастливым человеком и считаю что для счастья любому человеку надо само вот это ощущение позитивное ощущение счастья чувствовать себя счастливым независимо от возможностей кому-то нужны деньги кому-то роскошная обстановка в доме кому-то показать людям что я не хуже других ну что ты жизнь тратишь дурей самым богатым в мире никогда не станешь самым там не знаю умным тоже никогда не станешь что всегда найдется кто-то и умнее и богаче и будь просто человеком нормально чтобы что-то сделал для людей хорошие и все и не делая ничего плохого любой ценой а и и Продолжение следует...